Журналисты довольно уязвимы перед манипуляциями, просто в силу специфики профессии. В 1999 году олигарх Борис Березовский продвигал Владимира Путина в кресло президента России. Одним из ключевых соперников считался Евгений Примаков, которого группа Березовского отчаянно атаковала. В том числе этим занимался журналист Сергей Доренко в эфире тогда еще телеканала ОРТ. Помимо обвинений в том, что 75-летний Примаков сольет Россию Западу, Доренко делал акцент на том, что конкурент Путина стар. Все понимали, кто такой Доренко и на кого он работает, но это не мешало запущенному им мысли вирусу. Потому что штабу Березовского удалось создать повестку про значимость возраста будущего президента. Избиратель, который до этого сопоставлял кандидатов на основе профессиональных качеств и опыта, включил вопрос возраста в число признаков, по которому он оценивал кандидатов. Пока это не было озвучено, тема возраста была второстепенной. Как только она прозвучала, стала значимой. Штаб Примакова втянулся в эту игру. Он рассказывал о здоровье и работоспособности своего кандидата. Но все это шло лишь во вред. Потому что штаб Примакова играл в рамках навязанной повестки, а стать моложе 45-летнего Путина Примакову все равно не удалось бы. Нечто подобное было и в США во время перевыборов 73-летнего Рональда Рейгана. Его главным соперником был 56-летний Уолтер Мондейл. Когда Рейгану задали вопрос о его способности управлять государством, он заявил, что не собирается эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника. Рейган выиграл, потому что изменил повестку под себя. Примаков проиграл, потому что играл по чужим правилам. Инвестиции в повестку дня – это не теория заговоров. Это обычная политтехнология, которая используется на протяжении нескольких десятилетий. Потому что мы живем в мире, в котором есть гигантский разрыв между реальностью и тем, что люди о ней думают. И битва идет не за реальность, битва идет за ее описание. Повестка дня всегда важнее того, как именно вы ее освещаете. Среди политтехнологов популярна история о выборах мэра в небольшом городке. За кресло соревновался действующий мэр с 30% рейтинга и десятком конкурентов. Одним из которых стал местный бизнесмен, отказавшийся от услуг местных журналистов. Оставшиеся без заказов медийщики решили его прославить. И всю предвыборную кампанию добровольно критиковали любой его шаг. Старый мэр надеялся, что наберет 30%, а остальные голоса расползутся среди конкурентов. Но в итоге победил бизнесмен с результатом в 40%. Потому что местные журналисты сумели убедить 60% избирателей в том, что бизнесмен плох. А остальных не сумели. Зато создали у людей ощущение, что никаких иных альтернатив не существует. Что вся повестка строится в пространстве выбора между мэром и бизнесменом. Дело в том, что современный человек живет в состоянии вечного референдума. Он постоянно вынужден определяться, согласен ли он с тем или иным фактом и утверждением. Поддерживает он что-то или выступает против. А потому главная задача политтехнолога – это навязать обывателя тему, по которой он затем должен определиться. Например, на президентских выборах Картер, Рейган соперники шли ноздря в ноздрю. Никто не мог предсказать результат, но накануне голосования все телеканалы показали кризис с заложниками. И для американцев проблема внешней политики стала критерием выбора. А внешняя политика была козырем Рейгана. Он и победил. Вдобавок, есть такой инструмент раздувания темы, как комментарий. Если какой-то вопрос комментирует топ-чиновник, то затем включается реактивный эффект. После чего к этой же теме начинают подключаться другие СМИ и спикеры. Причем масштаб комментатора не принципиален для раскрутки темы. Ценность информации давно перестала определяться качеством источника, откуда она получена. Раскрутка темы может идти от заявления абсолютного фрика, если этому заявлению удалось пробиться к аудитории. Информация это вирус, он работает по принципу ложечки нашлись, а осадок остался. Общественное мнение не обязательно покупать вульгарно, его вполне можно покупать искусно. Журналистов ловят на привычку отрабатывать медиаповоды, ломов и випов на закрытые отчеты, утечки и инсайдерскую информацию. А обывателя ловят на уверенность, что дыма без огня не бывает и что, мол, не все так однозначно. Кстати, после того, как в России фактически запретили выборы, большинство политтехнологов ушли работать на госслужбу. В конце концов, кто сказал, что заказчиком манипуляций должен выступать какой-то конкретный политик? Им вполне может выступать отдельное государство. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ